Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Две самарские библиотеки, Центральная городская библиотека имени Крупской и Библиотека народов по Волжье стали призерами всероссийского конкурса на лучший фонд модельной библиотеки «Золотая полка-2022». Как в Самаре работают над формированием библиотечных фондов? Что такое модельная библиотека и почему сегодня развивается именно этот вид библиотек? Как привлечь в библиотеки детей? В нашей студии Нина Нестерова, заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской и Наталья Хохлова, методист библиотеки народов по Волжье городского округа Самара. Нина Валерьевна, Наталья Петровна, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Искренне рад вас видеть. Добрый день. Ну и давайте начнем с того повода, благодаря которому мы здесь собрались. Ваши библиотеки стали призерами всероссийского конкурса на лучший фонд модельной библиотеки «Золотая полка-2022». Вот с чего бы хотелось начать. Какая цель конкурса и благодаря чему сразу две самарские библиотеки стали призерами? Давайте вот, может быть, с вас и начнем. Это победа, потому что число модельных библиотек за последние годы увеличилось. Мы работали над проектом. Это работа, творческая работа всего коллектива библиотеки народов по Волжье. Нам хотелось представить интересно, нестандартно, рассказать о тех уникальных книгах, которыми обладает библиотека народов по Волжье. Фонд, который насчитывает более 50 тысяч книжных изданий. Настоящим сокровищем библиотеки являются книги на языках народов по Волжье. А на сколько, кстати, на скольких языках? Вот вы сказали на языках. Более 30 языков. Более 30 языков. То есть это отдельный, серьезный такой библиотечный фонд. И, скажем так, вот представители тех или иных народов, которые проживают на территории нашего города и нашей губернии, вот желая развивать свои знания, желая читать книги на своем родном языке, они, пожалуйста, приходите, они получат книгу. Ну, практически, я думаю, что можно на любом языке найти. Совершенно верно. Представлена литература на языках народов по Волжье. И эти книги пользуются большим спросом у носителей языка. Это и разговорники, и справочная литература, и этнографическая, и художественная литература на любой вкус. И люди, которые ценят и развивают свой язык, передают свои традиции, являются нашими читателями. Ну, и вот получается, то есть, что вы уже, вы сказали, вы не первый раз участвуете. А это какое было участие в конкурсе? В 2020 году выиграл видеоролик, но тогда модельных библиотек было очень мало. И благодаря проекту «Национальному проекту культура» количество модельных библиотек увеличилось в разы, и очень многие библиотеки всей России представили свои творческие работы. И вот в этот раз, с чем вы выходили на этот конкурс? Вы сказали, что вы специально готовились, и вы готовили проект. Об этом проекте расскажите подробно. Что это было? Это была творческая работа, эссе, небольшой рассказ о модельном фонде библиотеки народов по Волжье. Также готовилась, согласно регламенту и требованиям конкурса, литература и справка по комплектованию фонда и видеоролик. То есть, в этом принимал участие весь коллектив и методический отдел. На стадии идеи, разработки все это обсуждалось, потому что хотелось отразить и самобытность нашего края, поскольку конкурс всероссийский, хотелось показать и своеобразие Самарского края. И локацию расположения библиотеки народов по Волжье, которая находится в районе набережной, улица Ленинградская, 7, где очень много гостей и туристов, которые, даже не зная о нашей библиотеке, приходят и становятся нашими хорошими друзьями и партнерами. И мы, опираясь на фонд уникальный, вообще работать было очень легко, на самом деле, потому что книги сами просятся с полок, красочные издания. Золотые слова, книги просятся с полок. Хотелось, вот как раз таки в эссе упомянуты и представлены те издания, которые составляют золотую полку библиотеки народов по Волжье. Я знаете, о чем подумал? Вот вы сказали, что вы подготовили, ну, небольшой фильм, по сути дела. Вы сами снимали, сами монтировали? То есть вы это все умеете делать? Видеоролик все сделан нашими силами, у нас много специалистов. Сотрудники библиотеки работают в разных творческих направлениях. Все умеем, что не умеем, тому учимся в работе. Очень быстро. Да. Нина Валерьевна, вот расскажите, как вы участвовали в этом конкурсе, и что для вас этот конкурс, и какая цель была? Да, хотелось бы отметить, что конкурс проводится уже в третий раз на территории Российской Федерации, и он проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. И, наверное, стоит отметить, что Самара, если в этом году стала победителем, один из лучших субъектов по комплектованию фондов, потому что основная цель – показать лучшие фонды Российской Федерации. И ведь фонд за комплектованием, то есть за участием в этом конкурсе стоит огромная работа, и не одного дня, да, мы написали эссе «Наш модельный фонд. Шаг в будущее», но без нашего фонда такой эссе не напишешь. Мы также делали видеоролик, и после победы в нацпроекте «Культура» был укомплектован фонд. Сейчас фонд нашей библиотеки составляет более 45 тысяч экземпляров книг, и, наверное, тут хочется отметить работу большой команды по комплектованию, потому что мы учитываем пожелания читателей при комплектовании. Мы работаем со списками так называемых отказов, которые дают читатели. Есть совет по комплектованию, в который входит заведующий библиотек, который непосредственно работает с читателями. И также мы отслеживаем произведения писателей-лауреатов, ведущих премий, таких как «Большая книга», «Русский букер», которые также есть в нашем фонде благодаря победе в нацпроекте «Культура». И также отслеживаем дайджесты и работу ведущих российских библиотек. — Вот, кстати, тогда вопросом. Вы, собственно говоря, прям предвосхитили вот эту тему. Как я себе понимаю, ну вот исходя из вот такой классики, что ли, библиотечной, качественный фонд — это основа основ библиотеки. Потому что, ну, библиотека — замечательное сейчас место, но все равно там, ну, в первую очередь приходишь туда за книгой. Вот сегодня, что важно вот в этой работе по комплектованию фонда? Здесь в первую очередь финансы, потому что книги стоят недешево. Особенно современные, особенно, ну, скажем так, качественно изданные, дорогие издания, которые есть сейчас в библиотеках городского округа Самары. Есть очень дорогие издания, я видел. Вот здесь что важнее, финансы, то есть, чтобы было на что купить, или вот эта вот работа, скажем так, ну, то, что вы сейчас описали, то есть чувствовать на кончиках пальцах то, что хотят люди. То есть, вот понимать, где-то что-то им при этом предложить. Вот ваше мнение. — Ну, естественно, стоит отметить, что финансирование — это важная составляющая комплектования, потому что без денег не было бы книг, и на комплектование выделено в 2021 году более 2 миллионов. — Ну, это очень-очень серьезные деньги. — И закуплено более 6 тысяч экземпляров книг, а в 2022 году именно на нашу центральную городскую библиотеку выделено более 450 тысяч рублей и закуплено около тысячи экземпляров новых книг. И тут, то есть, я уже сказала, что важно и финансирование, но при этом очень важно учитывать пожелания читателей, потому что новые книги выходят часто, пожелания читателей вкупе отличаются друг от друга. — Ну, конечно, очень разные, да. — И тут важно отслеживать лауреатов премий также много. Тут важно работать в комплексе. То есть это, я еще раз повторюсь, работа большой команды, потому что кто-то работает с читателями, кто-то отслеживает списки лауреатов, кто-то анализирует далее уже, потому что все книги невозможно закупить в фонд. — К сожалению, да. Даже просто места не хватит. — Это, да, утопическая такая мечта была бы, но и в этом году у нас в фонде также появились книги на иностранных языках, потому что есть такой запрос среди наших читателей, то есть это классическая литература на английском, французском и немецком языках. — Вот этого я не знал, кстати. Это очень интересно, очень похвально. Наталья Петровна, а вот вы как работаете вот с фондом? Тем более ведь у вас очень важную роль составляет еще детская литература. Вот как вы вот с этим управляетесь? А с детьми, наверное, работать, наверное, даже еще сложнее, чем со взрослыми? — Ну, поскольку у нас детская библиотека, особое внимание уделяется спросу читателя. — Дети читают, родители читают вместе с детьми, и спрос на детскую литературу растет. Поэтому мы изучаем различные каталоги издательств. Так как библиотека народов Поволжья получает книги на языках, изучаются национальные издательства, которые предлагают литературу на языках народов Поволжья, чтобы наши читатели, уважаемые, могли читать литературу на родном языке. Конечно, сейчас стоит вопрос отвлечь от электронных ресурсов детей, потому что бытует мнение, что можно взять электронную книгу, прочесть и получить необходимую информацию. Но что касается детской аудитории, наша библиотека пополняется книгами очень красочными, новыми, ярких в издании, с хорошей полиграфией и картинками, потому что визуализация и зрительное восприятие книги очень важно для психологии получения полных эмоций и впечатлений от прочитанного. Для детей предлагаются и фатикулярные книги, и вимельбухи, книги, где очень много фотографий, картинок, комиксы, но комиксы не только какие-то развлекательные, но и познавательные, которые могут дать знания по физике, химии, литературе, философские комиксы, тоже пользуются огромным спросом у детей. А вот второй вид книг вы сказали, вот я даже сейчас не повторюсь. Вимельбухи – это книги с картинками, с окошками, познавательные, потому что мы учитываем психологию детей младшего школьного возраста, дошкольников, которым необходим вот этот тактильный контакт, все потрогать, посмотреть. Очень много книг, пазлов со шнуровкой, звенящие книжки есть. А что значит звенящие книжки? Ну, книжки-погремушки для самых маленьких, в нашей семейной гавани представлены очень интересные издания для категории от ноля плюс. У нас есть читатели даже грудного возраста приходят, рассматривают картинки, чудесные книжки с окошками, собирают пазлы. И все это получается и помогает привлечь детскую аудиторию. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, он касается как раз библиотек. Затем продолжим нашу беседу, потому что на самом деле тема очень интересная и мне лично очень близко. Народная артистка Российской Федерации, балерина Ильза Лиепа с интересом рассматривает модели изобретений великого ученого Леонардо да Винчи. Они украшают потолок и стены библиотеки имени Крупской. Деревянный винт по замыслу автора должен был поднять прикрепленный к нему объект воздух. Да Винчи умел дерзко мыслить, и его модели украшают стены учреждения не случайно, как символ того, что реальность – это воплощенная мечта. Я потрясена тем, что я сегодня увидела. Вот здесь, где мы находимся, пространство для детей. Мне кажется, что это удивительный, необходимый в наше время формат интереснейшего творческого пространства. Какие бы ни были передовые технологии, я понимаю, что можно читать электронную книгу, но я все время пытаюсь и своей доучери тоже рассказать, что вот книга, у нее есть запах, ты открываешь, там есть рубашка, да, и что вот это вот ощущение шелеста страниц, что это ничем не заменить. Современные библиотеки – это пространство, в которых можно не только почитать книги, но и попробовать себя в творчестве и даже отправиться в виртуальное путешествие. Библиотеки оснащены VR-очками. В путешествии по Самарской луке можно одеть очки, походить, погулять по горам, посмотреть на цветы. Конечно, можно же посмотреть, допустим, праздник света, как проходит он в разных городах. Или поплавать в подводных мирах, посмотреть подводные музеи. Народная артистка России Эльза Лиепа рассказывает печально наблюдать, как многие семьи проводят все выходные с детьми в торговых центрах. И здорово, что в Самаре есть альтернативный вариант для отдыха семьей – модельной библиотеки, все занятия в которых проходят бесплатно. Уважаемые гости, вот вы посмотрели сюжет, и там вот эта фраза есть – модельная библиотека. Вот что такое модельная библиотека сегодня, и почему именно этот вид развивается наиболее активно? Модельная библиотека, я бы сказала, это флагман библиотечной деятельности, библиотека, за которой будут стремиться остальные библиотеки. Потому что сегодня функция библиотеки – это не просто прийти почитать. Сегодня библиотека – это арт-пространство, площадка для творчества. Можно сказать, место встречи идей и людей. И поэтому, как раз-таки именно поэтому, модельная библиотека является флагманом современного общества. Наталья Петровна, вот для того, чтобы библиотека была модельной, на ваш взгляд, она должна быть только хорошо отремонтирована, потому что то, что мы видим, ну потрясающий ремонт. То есть вот видно, что очень хороший ремонт, видно, что архитектор поработал. То есть это вот, ну, сделано не просто так, а видна концепция. Но вот для того, чтобы библиотека была модельной, нужен только ремонт и вот эти архитектурные изыски, либо что-то еще, что еще необходимо? Ну, новое современное пространство тоже помогло нам привлечь новых читателей и удержать уже наших преданных читателей, которые посещали данную библиотеку. Открыто новое удивительное пространство, которое подсказывает и дает творческие идеи для реализации всевозможных проектов и проведения досуга и различных занятий в библиотеке народов Поволжья. Когда мы заходим в зал библиотеки, нас встречает маяк, манит своим светом и открывается просторный зал «Литературная палуба», где представлены книги и классическая литература, и зарубежная. Затем мы переходим в медиазал «Компас», где есть интернет-пространство, которое позволяет, используя уже новые современные технологии, также получать доступ к электронным ресурсам, подписаться на электронные книги, заглянуть на ресурсы Российской национальной библиотеки, посмотреть фильмы в медиазале. Есть удобное пространство «Семейная гавань печки-лавочки», где тоже представлены книжные полки в виде печек, дающие знания. И эта форма, она тоже важна, потому что она помогает привлечь читателей, которые становятся с каждым днем все более требовательны. Удобно расположиться, почитать книжку. Опираясь на книги, мы можем представить нашим читателям лекции, мастер-классы, показать фильмы, показать выставки всевозможные. Действует музейное пространство «Истоки». Это уникальный проект, в общем-то, на котором выстроена вся концепция библиотеки народов по Волжье. Это многолетний труд людей, человека, преданного этому делу, Малиновской Галины Лукьяновне. Это заслуженный работник культуры Российской Федерации, которая собирала все эти уникальные арт-объекты. И все эти пространства, конечно, привлекают и помогают по-новому, используя новые современные формы, опираясь в том числе и на уникальный дизайн пространства нашей библиотеки, рассказать о книгах. То есть я правильно понимаю, что на самом деле, простите, что прервал, понятно, что говорить-то можно долго, что сейчас, по большому счету, библиотеки превратились в такие некие культурные центры, где книги только вот часть. Да, это действительно так. И важную часть работы библиотеки составляет, естественно, это работа с читателями, но при этом также привлекаешь читателей благодаря тому, что ты взаимодействуешь с ними через реализацию различных проектов. Например, в Центральной городской библиотеке выставочное пространство является такой важной, неотъемлемой частью работы. Это у нас сейчас в колонном зале, это зал, где проходят мероприятия, выставка, посвященная 170-летию со дня рождения Гарина Михайловского, которая называется «Во все стороны – талантливый человек». И саму экспозицию выставки разрабатывали сотрудники библиотеки, то есть это действительно грандиозная работа, которая привлекает читателей. И эта выставка организована совместно с нашими партнерами, Музеем железнодорожной техники. И действительно там стоит тоже станционный смотритель на выставке. И я пользуюсь случаем, всегда на экскурсиях задаю вопрос, знаете ли вы, в каком произведении был станционный смотритель, у какого писателя. И во всех залах также действует выставочное пространство. В зале отраслевой литературы – это выставка «От свитка до электронной книги», где представлено становление книжного пути в России. И в зале художественной литературы у нас представлена выставка «Серебряные рифмы», которая действует вместе с проектом, работает вместе с проектом. Мастерская Валерия Бондаренко «Серебряный век. Поиск утраченной целостности». То есть это такая уже более проектная работа, которая направлена на привлечение читателей. Но при этом его же нужно не только привлечь, но и удержать у нас, так сказать. Или у нас после ремонта открылся зал «Золотое сечение». Это детский зал, потому что сейчас все библиотеки комплектуют в том числе детской литературой. И выходные, я бы сказала, это семейный день в библиотеке имени Крупской. В зале «Золотого сечения» отдыхают дети с родителями, родители с детьми. И действительно, это настолько теплая, уютная атмосфера. То есть это не просто центр отдыха и досуга. Это еще такое место, куда хочется возвращаться снова и снова. Это хорошо, что хочется возвращаться снова и снова. И знаете, о чем подумал? Нагрузка на библиотекаре возрастает. Ведь это намного более сложная работа, чем просто выдать книгу. Да, совершенно верно. И модельная библиотека, она ломает вот этот стереотип библиотеки-книгохранилища. Где библиотекарь только выдает книги, заводит формуляры, ведет вот такую работу с книжным фондом. Сейчас сотрудник библиотеки – это и актер, и режиссер, и постановщик. И оператор, и монтажер. Сами готовят, да, разрабатывают очень интересные проекты. Пишут сценарии, проводят мероприятия. И, конечно, здесь большая нагрузка, но это очень интересно и важно. И формы очень необычные. Это очень интересно. Ни одно мероприятие не повторяется. Это и квесты, и викторины, и этнографические фестивали, которые привлекают очень большое количество читателей. То есть проходимость библиотеки порядка ста человек в день – это не считая те мероприятия, на которые мы специально приглашаем наших уважаемых читателей. Да, мы работаем и со школами, и с образовательными учебными заведениями. И привлекаем студенческую аудиторию, которая тоже к нам приходит на различные лектории. Мы работаем по программе «Пушкинская карта», что помогает нам тоже привлечь студентов именно вот необычную, да, и тоже очень требовательную возрастную категорию. И поэтому формы работы очень разнообразны и интересны. И учитывая этнографическую направленность, то есть вот эту ниточку мы ведем очень тонко и очень много интересных и современных мероприятий, которые помогают очень тонко, аккуратно, воздушно и красиво раскрыть эту тему. То есть это и лектории, и какие-то познавательные экскурсии, и всевозможные презентации книг – формы самые интересные и разнообразные. Я предлагаю сделать еще одну позу. Давайте посмотрим еще один сюжет, затем продолжим нашу беседу. Детская модельная библиотека сейчас – это не просто взять и отдать книгу. Здесь есть формы занятия для детей и подростков любого возраста, мастер-классы, различные мастерские, кружки и творческие конкурсы. Для самых маленьких есть игровая зона и удобные кресла, для ребят постарше – медиазал с техникой и комфортные гамаки, где можно уединиться и увлеченно погрузиться в произведения. А погружаться есть во что – огромный библиотечный фонд, который регулярно пополняется книгами на любой вкус, в том числе и с интерактивным наполнением. Есть книги с секретными страницами, а есть и с дополненной реальностью, с помощью которых, вооружившись смартфоном, можно разглядеть планеты или животных. Книги объемные, книги-панорамы, то есть их, конечно, лучше видеть, не рассказывать о них, а смотреть. То есть это очень привлекает современного читателя. И все эти книги есть в модельной библиотеке. Поэтому мы приглашаем детей читать не только по спискам неклассного чтения, но обратиться к нашему фонду. Он на самом деле уникальный и интересный. Все это стало возможным после ремонта, проведенного в рамках нацпроекта «Культура», благодаря которому преобразилась также и Центральная городская библиотека имени Крупской. Здесь тоже есть множество интересных изданий для детей, книги, которые будут интересны подросткам и которые довольно трудно найти в продаже. Для взрослых также большой выбор как художественный, так и научно-просветительская литература о разных сферах жизни. Для более искушенных читателей есть и оригиналы классических зарубежных произведений на английском, немецком и французском языках. Даже если какого-то издания нет, то специалисты помогут найти интересующую книгу. У нас есть отдел «Единый фонд межбиблиотечного взаимодействия». То есть мы можем из своей системы заказать, в какой библиотеке она есть. Можем обратиться к областным библиотекам. Мы себе берем это на заметочку. Если вдруг какой-то книги нет, у нас ведется картотек отказов, где в дальнейшем эта книжка будет приобретена. Вечерами в библиотеке регулярно проходят творческие клубы, мастер-классы, встречи авторов с читателями, книжные и киноклубы. Расписание ближайших событий доступно на интернет-ресурсах учреждения. Кроме того, деятельность библиотеки теперь выходит и за стены здания. Совместно с городскими историками и краеведами проводятся пешеходные экскурсии по городу, по литературным местам, которые так или иначе связаны и с классиками русской литературы, и с современными авторами. Мы программно-целевым методом работаем абсолютно и исключительно в целях национального проекта, для того, чтобы любой человек, проживающий на территории города, приехавший к нам в гости, имел возможность посетить библиотеку, которая стала не только центром выдачи книг, душной продукции, но и проведением мероприятий всесторонне развивающих человека. Модельные библиотеки сегодня предлагают большой выбор разнообразных занятий, для того, чтобы качественно и комфортно провести интеллектуальный досуг, узнать и прочитать, и открыть для себя много новой и интересной информации. Уважаемые гости, вот осталось совсем немного времени. Кратко, какие мероприятия планируются в ваших библиотеках в 2022 году и в 2023? Будет продолжена работа по проекту «Истоки», проведение этнографических фестивалей, таких как «Не скучай», «Волга рядом». По проекту «Семейная гавань», где мы рассказываем, как важно, и обучаем семейному чтению, будут проведены засекинские чтения. Ждем в дне новогодних каникул, предновогодние праздники, будет много проектов, рождественские посиделки, встречи. Ожидаем новогоднее чудо вместе с нашими читателями. У вас тоже кратко? Да. У нас в 2022 году родился проект «Литературные прогулки» с Михаилом Перепелкиным. Кстати говоря, в эту субботу в 18.00 состоится встреча, вернувшаяся из забытых. Продолжается реализация проекта «Театральный понедельник». И в понедельник, 28 ноября в 17.00 состоится читка отрывков «Вечера на хуторе Близди Каньки», который представят артисты Самарского художественного театра. Спасибо большое. И я надеюсь, увидимся вновь. Приходите в библиотеки, там интересно, и там всегда есть чем заняться. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова